Итак, тема нашего сегодняшнего эфира – удлинение теломер как способ продления активного долголетия. Продукты НСП для удлинения теломер. И лекция у нас будет таким образом построена. Сначала мы разберем тему, почему человек стареет и как работают биологические часы. Потом мы разберемся, что такое предел хейфлика, почему укорачиваются теломеры. И что укорачивает теломеры помимо репликации, то есть удвоения, традиционной причины их укорочения. И потом перейдем к теме, как и чем можно защитить теломеры от укорочения и как и чем можно удлинить теломеры. И, наконец, продукты НСП, удлиняющие теломеры. Это будет у нас уже следующая завершающая тема. Все люди хотят жить долго, но никто не хочет быть старым, сказал Свиф Джонатан, философ и писатель, автор Гулливера. Это произведение, которое мы с детства все любим, знаем и помним. Почему срок жизни людей ограничен природой всего 120 годами? Как это устроено? Кто или что здесь работает? Первые люди на Земле жили более 900 лет. И дети начинали рождаться у них в возрасте около 100 лет. Адам жил 930. Ной – это 10-е поколение людей – 915. После всемирного потопа, когда Бог принял решение не уничтожать больше людей, Он постановил, что срок жизни человека будет 120 лет. Книга Бытие, Ветхий Завет. Это вы можете найти все. С этого момента продолжительность жизни человека стала постепенно снижаться. И внук Ноя прожил уже только 438 лет, а первенец у него родился в 35. То есть практически, как у нас сейчас часто бывает. В последующее поколение жизнь человека становилась еще короче. Авраам жил всего 175 лет, а жена его, Сара, 127. Моисей, 26-е поколение людей, прожил 120 лет. То есть 120 лет – это то, что Господь решил и это реализовал. Что же за механизм запустил прогневавшийся Господь? Этот вопрос занимал людей на протяжении многих лет. Разгадка пришла в 1961 году, уже не так давно. И оказалось, что на концах хромосом расположены ДНК белковой структуры, теломеры. Они не несут никакой генетической информации и не передают генетическую информацию. Они просто защищают концевые участки хромосом от разрушения. Потому что хромосомы, они несут генетическую информацию. Если будет эти разрушения, то будет искажение этой информации. А также они могут слепаться с другими хромосомами. И в итоге теломеры, кроме всего прочего, что самое главное, разрешают репликацию. То есть удвоение. При делении клетки всегда сначала идет удвоение хромосом. Потом они уже расходятся при делении на две клетки. И если теломеры не разрешат деление, то деление клетки не произойдет. Клетки состарятся, усохнут. Усохнут ткани человека, органы. То есть все органы человека будут усыхать. И таким образом будет происходить старение. Как же это обнаружилось? Лимит Хейфлика. Профессор Калифорнийского университета Хейфлик поставил эксперимент. Он смешал равное количество женских и мужских клеток, для того, чтобы потом понять, где какие. Чтобы одни были мужские, другие женские. Как отличительный признак. Он взял фибробласты от клетки, которые отвечают функционированию, восстановлению кожи. И на ткани, не в организме, а на выделенных клетках, на тканевой структуре, он уже проводил эксперимент. Он за ними наблюдал. К моменту, когда он их поместил в питательную среду, женские клетки прошли 10 делений, а мужские 40 клеточных делений. А в качестве контрольной группы он тоже взял мужские клетки, которые прошли 40 делений. Но это уже отдельно. Отдельно. Здесь были женские и мужские в одной чашке Петри, в питательной среде. А отдельно контрольная группа, вот мужские 40 делений были. Экспериментаторы вели наблюдение за контрольной группой. А когда эти мужские клетки перестали делиться, то они стали смотреть. А что же в опытной группе? Выяснилось, что в опытной группе клетки, мужские клетки тоже делиться перестали. Одновременно и погибли. А женские продолжали активное деление. Но они так момент эксперимента только 10 делений прошли. И вот в итоге установилось, что количество делений, которые проходит клетка, независимо то, в какой она среде, где, ну где-то 52 деления. Но тогда было непонятно, почему это произошло. И понять это смог только наш ученый российский, позже, о ловниках. И мы об этом потом поговорим. То есть Хейфри, он только увидел это, но он не смог понять причину. А дальнейшие эксперименты Хейфрика позволили сделать вывод, что независимо от пола человека клетки способны вот 50-52 деления проходить. И на этом все. Время их жизни можно продлить, если, например, заморозить, а потом оттаять, и они опять начинают делиться. Но несмотря на это, они запоминают, сколько делений они уже прошли. И вот то, что их заморозили, это не сбрасывает эту информацию. Они продолжают функционировать, но ровно с того момента, где остановились. И существует убедительный, доказательство в пользу того, что именно изменение длины теломер является основным признаком и механизмом старения. И когда они останавливают это деление, то дальше клетки не делятся, и дальше идет просто старение. И чем же задается предел Хейфлика? Объяснил существование этого закона Алексей Оловников. Это наш, по-моему, в Владивостоке ученый, биолог, теоретик. Предел Хейфлика обусловлен сокращением размеров теломер, а это специфические участки ДНК на кончании хромосом, и они укорачиваются. Сами теломеры, являясь концевым участком хромосом, выполняют защитную функцию, исправляют ошибки, повреждения. Однако исправление ошибок дорого обходится для самих теломер. Они укорачиваются при каждой репликации на 3-6 нуклеотидов. И если учесть, что их длина 150-300, и, понятно, на 3-6 укорачиваются, и где-то 50, вот примерно раз, они могут поделиться. Итак, клетка перестает делиться, потому что при каждом делении теломера сокращается. Происходит так называемая концевая недорепликация. И последняя маленькая частичка, вот здесь вот она вот, такая маленькая частичка, молекулярной цепочки, кончик теломеры, вот она не копируется. Когда длина теломера сокращается, до критически минимальной величины, клетка перестает делиться, тогда в органе начинает уменьшаться функциональная масса тканей, они дряхлеют, и мы тоже высыхаем. Любая клетка, которая дифференцировалась, как специализированная клетка определенной ткани, может делиться ограниченное количество раз. Вот такой установлен был факт и найдена причина. И когда клетка перестает делиться, она вступает в апоптос. Что такое апоптос? Апоптос – это гибель клетки, она запрограммирована генетически. При апоптозе клетки, как говорят ученые, аккуратно разбираются, используются в метаболизме другими клетками или другими тканями. Или удаляются ненужные вещи в кровоток. И этот процесс не сопровождается ни воспалением, ни какими отрицательными явлениями. Это естественный, запрограммированный процесс. Но когда нет обновления клеток, то эта гибель приводит к тому, что количество клеток в целом в ткани или в органе уменьшается. Хейвлику удалось выделить три стадии старения, которые проходят клетки. На первой стадии, когда теломеры еще не изношены, происходят довольно быстрые здоровые деления. На второй деление замедляется. На третьей стадии деление клеток полностью прекращается, они еще некоторое время стаются живыми, после чего с клетками происходит совершенно неожиданная вещь. В них срабатывает программа самоуничтожения, заложенная в наш генетический код апоптоз. Вот то, что мы разбирали. Вот это Оловников, который и разобрался в этом вопросе, и благодаря чему мы это теперь все понимаем. Но ведь люди стареют по-разному. расхождение между календарным и биологическим возрастом у людей достигает иногда 30 лет. Оказывается, люди рождаются с различной длиной теломеры. То есть, кому как повезло. И что же, выходит, все предрешено, а как же здоровый образ жизни, все такое? И этот вопрос занимал Алексей Матвеевич Оловников, биолога-теоретика из Владивостока, так же сильно, как сейчас нас с вами, я надеюсь. И Оловников сопоставил имеющиеся в литературе сведения, касающиеся этой тематики, и в 1974 году высказал предположение, что укороченная теломера может иногда удлиняться. То есть, в 1971 году он объяснил причину, почему клетки перестают делиться через теломеры, а в 1974 году он предположил существование фермента, который удлиняет теломеру, и назвал его теломераза. Спустя 11 лет эта его теория нашла практическое подтверждение, и в 2009 году трое ученых из разных стран стали лауреатами Нобелевской премии по биологии и медицине за открытие фермента теломеразы. Таким образом, организм знает, как удлинить теломеры, однако скупо это делает и чаще воздерживается от использования теломеразы. Включить теломеразу стало задачей ученых, и начались поиски. Оказалось, что теломеры укорачиваются не только при удвоении ДНК. Когда ученые разработали методики, позволяющие измерять длину теломер лейкоцита в крови, то стало возможно объективно оценивать влияние различных факторов на темпы старения человека, базируясь на длине теломер. Выяснилось, что кроме репликации теломеры укорачиваются при оксидантном стрессе, при малоподвижном образе жизни, при переедании, когда есть ожирение, теломеры укорачиваются как при репликации, так и от как бы нецелевого воздействия, не связанного с репликацией. Стресс, вредные привычки, неправильное питание, все это разрушает теломеры. И в это же время происходил поиск веществ, которые стимулировали бы синтез теломеразу или экспрессию генома этого фермента. И также начался активный поиск веществ, которые удлиняют в целом, неважно как, защищают ли теломеры, включают ли теломеразу, лишь бы теломеры удлинялись. Оказалось, что хронические воспаления и хронический стресс укорачивают теломеру. Хронические воспаления, воспалительные заболевания приводят к уменьшению активности теломеразы и ускоренному сокращению теломерных окончаний. Это связано с целым рядом факторов изменения ПАЖ, интерлекинов, ну, целым комплексом процессов. И поэтому, если человек настроен на увеличение своего долголетия, то необходимо заняться лечением хронических воспалительных процессов. Кариус, парадонтоз, воспалительные заболевания кишечника, простатит, гинекологические. Масса заболеваний, о которых люди иногда знают, но не особо придают этому значение. Да, у меня это хроническое. Один немецкий исследователь, его зовут Фон Сглински, обнаружил, что очень сильный стресс приводит к укорочению теломер. Физические нагрузки тоже влияют на длину теломер. Давайте посмотрим, как. Был проведен очень большой эксперимент на более чем пяти тысячах совершеннолетних американцев, которые участвовали в национальном обследовании состояние здоровья, питания. И там, кроме всего прочего, измеряли длину теломер в лейкоцитах. И каждый участник этого исследования, он заполнял опросник о самых разных видах деятельности, которыми он занимался последние 30 дней. И люди сообщали о частоте, интенсивности, продолжительности физических нагрузок, о разнообразии этих нагрузок, которые им были предложены для того, чтобы они подтвердили, какую нагрузку у них была. Видите, аж 62 разных активности. И они выбирали. И выяснилось, что самые короткие теломеры были у людей, которые ведут сидячий образ жизни. Адекватной нагрузкой для длины теломер был бег для женщин минимум 30 минут 5 дней в неделю, для мужчин 40 минут 5 дней в неделю или 28,5 ежедневно. Я прикидывала, какая это нагрузка и как это соответствует 10 тысяч шагов. Вы знаете, у меня получилось, соответствует. Так что я думаю, эти 10 тысяч шагов это не просто так. Все-таки это уже хотелось бы думать, что это выверенная нагрузка. Я просто там посчитала, сколько шагов делает человек за 30 минут, если он бежит. В общем, я все пересчитала, вроде бы все так же сходится. Но я думаю, это скоро тоже выяснится, где-нибудь публикуют. Таким образом, если мы раньше просто знали, что физкультура полезна для здоровья, то теперь нам достоверно известно на уровне доказательной медицины, что физические нагрузки, умеренные, конечно, удлиняют теломеры. Переедание и жирение приводит к урочению теломер. То есть второй механизм после физической нагрузки это снижение калорий. Существует доказательство, что уменьшение калорийности питания всего на 10% ежедневно от обычной привычной нормы обеспечивает до 5 дополнительных лет жизни. Это на основе измерения длины теломер. Исследования проведенные в Калифорнийском университете доказали, что люди, которые выпивают по 2 банки сладкой газировки в день дополнительно укорачиваются теломеры. Материнство продляет активное долголетие. Оказывается, что теломераза включается под действием повышения уровня эстрогена, который вот того уровня, до которого возрастает его уровень во время беременности. Поэтому у многодетных женщин наблюдается большая длина теломер, и они выглядят моложе, живут дольше. Есть много достаточно биологически активных веществ, которые активируют теломеразу. Например, высокий уровень витамина D. Если уровень витамина D в крови 100 микрограмм на литр, то это увеличивает длину теломер на 19%. Выработку теломераза также стимулирует омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, кофермент Q10, витамин С, витамин Е в форме тока триенола тоже может включать. Вот, например, по витамину D было проведено исследование на 2000 женщин и было установлено следующее, что ДНК женщин с большим уровнем витамина D оказался менее подвержен старению, длина теломер была больше. Кроме того, в этом эксперименте было отмечено то обстоятельство, что женщины с большей концентрацией витамина D более устойчивы, уравновешены, менее раздражительны. И все это, по мнению ученых, указывает на то, что люди с большим уровнем витамина D стареют медленнее по сравнению с людьми, обделенными этим элементом, этим витамином. Магний предотвращает разрушение теломера. Тоже установили. Дефицит магний может привести к негативным изменениям в хромосомах снизить способность организма восстанавливать поврежденные ДНК. И авторы эксперимента пришли к заключению, что гипотеза о том, что магний влияет на длину теломер, является полностью обоснованной, поскольку магний обеспечивает целостность и исправляет дефекты ДНК, а также способен противостоять оксидантному стрессу и воспалительным процессам. Компоненты пищи человека, которые способны удлинять теломеразу. На сегодняшний день найдено некоторое количество трав, витаминов, аминокислот, жиров, белков. Ну, некоторые из них мы уже перечислили. Острогал. Острогал он на первом месте и из него добывают активатор теломераза, то есть его даже используют как сырье, то есть острогал, трибулус, боярышник, молозива, элькарнитин, альфа-липоевая кислота, ну и как мы уже говорили, омега-3, витамин D, кофермент Q10, витамин E в форме тока триенола и травы. Например, боярышник удлиняет теломеры в клетках сосудов сердца, острогал удлиняет теломеры в иммунных клетках крови, витамин E в сосудах мозга и так далее. Идут поиски, к работе подключаются все больше и больше исследователей, а мы держим руку на пульсе. Вот здесь я вам привожу три фотографии одного и того же человека в разном возрасте. Здесь ему 39 лет на средней фотографии 58 и на последней 64. Как ученые описывают эти фотографии? Физик из Канзаса Джим Грин в течение шести лет и восьми месяцев принимал большое количество растительных препаратов и БАДов. И он упубликовал свои фотографии, на которых видно, что через шесть лет и восемь месяцев от начала приема он у него волосы стали более черные и разгладились морщины. Но фотография она как бы фотография ну сейчас тем более все это редактируется, но вот еще он же приводит смотрите сравнение теоретически рассчитанного и фактического старения Джима Грина. График. Морщины измерялись методиками, которыми приняты в косметологии. Это методики измерения глубины морщин. И они приняты во всем мире профессионалами в косметологии. И вот смотрите он в 2007 году начал принимать эти препараты и а нет в 2007 году закончил принимать эти препараты и по прогнозу его теоретическому прогнозу его морщины должны вот смотрите экстраполируем на возраст вот там ну около 60 лет а они по факту оказались вот на этом уровне вот на этом смотрите а это если мы проведем вот это вот и посмотрим на возраст ну это где-то 26-28 и это уже не фото это результат измерения глубины морщин то есть друзья вот человек 6 с лишним лет принимал много добавок трава витамины и в итоге он получил результат омоложения по крайней мере по глубине морщин на коже лица это было очень большое омоложение то есть вместо того чтобы состариться он получил противоположный результат удлиняющие теломеры препараты НСП слева это название ну растения или витамина ну какого-то агента который уже на уровне доказательной медицины удлиняет теломеры а справа продукт НСП в которых он содержится астрогал он у нас содержится в продукте астрогал а также его некоторое количество в колоструме и приличное количество в кошачьем когте витамин Е витамин Е суперкомплекс колострум ну понятно где трибулус содержится в босверии боярышник препарате боярышник плюс омега-3 в омеге-3 витамин Д понятно что в витамине Д а также в кальций магний хелат и суперкомплекс там по 200 если 4 в день то это тоже получается хорошая дозировочка гинго-билоба содержится в гинго-готу-кола в Майнд-Макс бакопа-манье содержится в Майнд-Макс сульфорафан содержится в индол-трикарбинол чеснок высокоактивный кофермент Ку-10 содержится в продукте в препарате кофермент Ку-10 и вот то что у меня вывалилось из экрана там еще л-карнитин л-карнитин у нас входит в препарат господи свободные аминокислоты пептовид то есть вот друзья смотрите все что мы здесь принимаем даже не целенаправленно даже не то что мы себе задачу ставим удлинять теломеры но составляя себе программы и учитывая что эти продукты удлиняют теломеры мы можем постоянно то один то другой препарат то парочка включать в свою программу и целенаправленно удлинять теломеры и тем самым продлять свое свое активное долголетие итак друзья мы с вами удачно зашли в НСП и в НСП мы имеем огромный ассортимент продуктов для сохранения удлинения теломера продуктов непревзойденного качества создавая эти рецептуры компания сразу на этапе планирования закладывает в них целевую направленность и гарантированную эффективность высокие технологии производства обеспечивают нужную концентрацию биологически активных веществ а когда мы знаем какие биологические вещества есть сколько их и что они точно что есть то мы можем эти препараты использовать для управления своим здоровьем друзья мечтайте о будущем с уверенностью говорит Брайан и будьте счастливы с НСП спасибо за внимание за внимание Продолжение следует...